Диалог с представителями масс-медиа. Очередной брифинг прошел в департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Кто в этот раз отчитывался о проделанной работе и отвечал на вопросы журналистов, смотрите в материале Ксении Куценко. Сегодня разговор о бизнесе и сельском хозяйстве. У руководителей ведомств подготовлены краткие доклады о деятельности за последние полгода. Айден Керембек говорит о работе управления предпринимательства и туризма региона. В области открываются новые предприятия, расширяются уже имеющиеся. Государство оказывает большую финансовую поддержку этому сектору экономики. Важную роль уделяют и привлечению инвесторов. Вливание средств из вине позволяет реализовать новые проекты. Одним из таких о солнечных панелях интересуются представители масс-медиа. Кересолар – это немецкая компания. Они будут устанавливать в Таньшинском районе на 55 гектарах солнечные панели. Для 25 мегаватт они реализовываются через РФЦА. Это есть при Кюгоке, ТУО. Они будут туда его, как говорится, продавать. Это электроэнергия. А для нашей области они будут инвестировать 37,5 миллионов евро. Подписан меморандум. Планируется приезд. Земельный участок уже отведен. Актуальна сегодня и тема туризма. Вопросы журналистов о готовности к сезону отдыха. Есть ли какие-то планы по инвестициям? То есть, может быть, по частным инвестициям, по государственным инвестициям для развития? В рамках программы «Мир Лужо» на следующий год планируется около 300 миллионов тенге. Если простыми словами говорить, то взять у бюджета. Для этого необходимо самим объектом туристическим сделать соответствующие документы для бюджетной заявки. То есть, нам необходимо сейчас разработать ПСД, для того, чтобы получить 300 миллионов тенге для ремонта автодорогов. Далее по севной. На полях активно работают аграрии. О ситуации докладывает руководитель профильного ведомства Кайра Тамаров. Яровой сев засеян 1 миллион 74 гектара. Получается, зерновых из них у нас засеяно 22%, масличных культур 45%, кормовых 33,9% на сегодняшний день у нас засеяно. Горюче-смазочные материалы мы обеспечены, минеральные удобрения у нас также приобретены, техника у нас вся готова. К работе приступили все аграрии региона, в том числе хозяйства, называемые проблемными, где посевная с года в год не проходит без заминок. Это, к примеру, ТО «Богви». 130 тысяч гектаров они планируют засеяться. Из них порядка 80 тысяч они планируют засеяться самостоятельно. И 50 тысяч гектаров по договору совместной деятельности. В принципе, акиматы районов держат данный вопрос на контроле. Если будет хозяйство «Богви» не успевать по срокам села, и не будет у них достаточно материально-технических ресурсов, тогда по договору совместной деятельности крестьянские хозяйства и фермерские хозяйства будут засевать их почты. Аналогично решили проблему и в ТО «Трансавто». В планах агрария засеять 120 тысяч гектаров земли. Затронули в разговоре и развитие животноводческой отрасли. Программа финансирования «Сыбага», «Кулан», «Алтынасык» очень популярна в североказахстанской области. Порядка трех тысяч голов скота уже приобретено. Не осталось без внимания журналистов и ситуация в селе Семипалатное Козлажарского района, где у буренок был выявлен бруцеллез. Опасную инфекцию обнаружили у 34 коров. На сегодняшний день из 34 голов 12 голов еще не сданы. Вспышка произошла, и в этой связи были направлены в республиканский национальный референсный центр, а также в республиканскую ветеринарную лабораторию для определения данного заболевания. Из восьми проб семь подтвердились в республике на ПЦР. В этой связи необходимо было наложить ограничения. Следующий брифинг в департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции состоится 2 июня. На встречу с журналистами придут руководители управления архитектуры и строительства. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.